С этим рюкзаком приехал, с ним же уедет обратно. Говорит, вещь универсальная. Здесь и карманы для еды, медикаментов, одежды. Основное отделение Евгений использует под пулеметную ленту. В прошлую пятницу мужчина вернулся домой в Кинишму из Донецкой Народной Республики. Четвертая по счету командировка на Украину продлилась 4 месяца. Евгений воюет за ополчение. Его позывной – ботаник. И в армии он до этого не служил. Первый раз он отправился на Украину еще в июне, так сказать, по зову сердца. Сначала служил в Луганской республике. В августе познакомился с ополченцем с позывным «Альхон» – командиром разбитроты. Так спецподразделение «Альхон» пополнилось ботаником. Бои в Углегорске, Логвиново – самые последние и серьезные. Евгений вспоминает, «Альхон» приехал на базу ночью, велел всем собираться. Куда именно едут – не пояснил. Но вопросов и не возникало. Командиру они доверяют безоговорочно. На первое нам ставилась задача, что мы должны в районе Логвина, ну это населенный пункт не указывали какой, просто сказали, там есть три артиллерийские координаты, то есть не координаты, а эти доминанты, по которым они прицеливаются. Между двумя нам надо залечь и корректировать огонь артиллерии. Мы уже погрузились на броню, все, и уже на марше нам сказали, что все-таки мы будем штурмовать. Деревню название нам опять не говорили. И вот мы произвели штурм деревни Логвина, захлопнули дебальцевский котел, то есть перерезали ее в последнюю трассу. Ну там еще одна оставалась дорога такая, как ее называть, ну по полям-то проселочная дорога. Такую основную автотрассу, по которой проходило снабжение, ротация ихних войск, мы ее перекрыли. Это потом в новостях скажут, как лихо полченцы захлопнули крышку дебальцевского котла. Но когда разведгруппа Ольхона посреди ночи узнала, что предстоит штурм, многим, даже видавшим виды бойцам, стало не по себе. Ну уже знаем, как делать, что делать. Команды там поступают, то есть, ну уже как-то, ну не знаю, я уже не задумался, то есть уже все на автомате делалось. Вот потом уже, наверное, страшно становится, что мог погибнуть. Ну не знаю, лучше, наверное, об этом не думать, а то с ума, наверное, можно сойти. С местными жителями рот Евгений контактирует нечасто, передвигаются в основном на машине. Но один случай Кенишемец запомнит навсегда. В поисках ночлега они забрели к пожилой женщине. Ее муж, ветеран Великой Отечественной войны, пропал без вести после визита нацгвардии. В один дом зашли, там бабушка, она мне подарила медаль своего деда. Деда увезли на нацгвардии, потому что он пытался их прогнать. Водев орденную медаль полученную на Великой Отечественной войне, он вышел. Ну дед, видать, крепкий мог. Вот, и говорит, что вы припелись, вас тут не ждали. Ну там, не знаю, какой-нибудь диалог состоялся. В конце концов, деда забрали, увезли в неизвестном направлении. Вот бабушка, там плача, отдала мне медаль. Ну, вообще, говорит, возьмите сынки, это мой дедок. Если бы не российские добровольцы, ополченцы бы так долго не выстояли. И ЛНР, и ДНР признают, что все закончилось бы поражением еще лета. Вроде где служит Кенишемец, все россияне. Из Ивановской области он один. А так, ну, с Ивановской области я встречал одного Шуя, одного самого Иванова. Они в третьей мотострелковой бригаде служили. Ну, сейчас мы тоже служим, ну, в разных ротах. Вот, двух паренков встречал. Ну, они тоже независимы друг от друга. То есть, они не вместе служат, а в разных подразделениях. Денег за свою службу в ополчении Евгений не получает. После успешной операции в Логвиново группа «Ольхона» стало известно. В соцсетях появились банковские реквизиты, куда можно перевести средства на поддержку ополчения. И деньги от неравнодушных стали поступать на счет. Я получаю моральное удовлетворение, в первую очередь. Во-вторых, я говорю, нам как бы обещали, что, ну, как бы, ну, вот местные ДНРовцы, они получают. У них есть, как бы, это, денежное удовольствие, вот, ну, не знаю, за четыре месяца мне почему-то ничего не дали. Вот, я говорю, приходилось нам, вот, иной раз, вот, я не совру, мы потрошили свои жебучки и крутили самокрутки. То есть, у нас даже тупо не было сигарет, не говоришь денег на сигарет, у нас не было сигарет. Были времена, когда мы ели в сутки банку тушенки на двоих. Отпуск у Евгения может прерваться в любую минуту. Его командир сейчас в Москве, покупает снаряжение для группы. Один его звонок, и они вместе снова отправятся в ДНР. Это на бумагах, перемирие и прекращение огня с 15 февраля. На деле же обстрелы продолжаются. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова.